Привет! Хочу, чтобы вы поддержали мою идею собраться 8 мая. Напомню, что впереди грядет важный день для Латвии. Это 9 мая. Это тот день, когда наши деды собрались и отвоевали нашу независимость от немецко-фашистских захватчиков. То есть фактически Латвия обрела свою независимость от немецко-фашистских захватчиков. И поэтому нам надо как-то почтить подвиг наших предков. И я предлагаю подъехать сюда, буквально в черте городской города Риги, на кладбище, где покоятся воины, которые воевали за нашу с вами независимость. То есть смотри, суть той идеи, которую я предлагаю. Вот сейчас мы можем видеть, что здесь все готовится к важной дате 9 мая. Даже немножко ребята собрались, убрались. Мне не нравится вот это место. Смотри, что если по этой части мы посадим рододендроновый сад с левой стороны и с правой стороны. То есть здесь немножко пустовато. И если мы возьмем и посадим рододендрончики. Я заметил, что кто-то это уже сделал. Смотри, видишь? И идея в том, что они начинают свистеть. Это очень красиво. То есть моя идея в том, что вот видишь, за моей спиной, когда ты заходишь, если с правой стороны, с левой был бы рододендроновый сад. А еще так же по периметру. То есть идея такова, что если люди сюда приходят, рододендрон, он чем красив? Тем, что его есть 300 видов. И они цветут в разное время. То есть получается, что на этой неделе цветет один рододендрон, на следующей неделе второй, потом третий, потом четвертый. И идея в том, чтобы это не выглядело вот так пустовато и не выглядело мрачно. А мы можем высадить здесь рододендроновый сад. Вот по моей прикидке здесь поместится порядка 300 кустов. Вот такого вот типа кустики. Вот примерно такой рододендрончик видишь, да? Средняя стоимость такого куста в Балтезерсе что-то порядка, ну пускай 20 евро. То есть моя идея какая? Я в любом случае со своей семьей буду покупать цветы, и мы будем приносить их на кладбище нашим павшим воинам. А это цветы, которые я положил, и они завтра завянут. А идея, если мы здесь делаем рододендроновый сад, которые цветут и ранее, чтобы к 9 мая они уже были зацветшие. Есть типы рододендронов, которые 9 мая уже цветут. Поэтому неплохо было бы набрать ранних рододендронов, которые к 9 мая уже цветут, и плюс, чтобы они радовали каждый год. То есть люди, которые мимо проезжают, они бы видели это место, например, не унылым, не мрачным, а чтобы это было цветущее. Но это тот минимум, который мы можем отдать нашим воинам. Посмотрите, сколько их здесь покоит. Вот здесь вот лежит их командир. Я уже много раз, ну не много раз, на каждое 9 мая я примерно здесь рассказываю. Вот тут лежит их командир. И по левую часть, смотрите, сколько бойцов. Вот надписи, да? И по правую, ровно столько же бойцов. И вот идея высадить вот здесь по кругу, в эту сторону и в эту сторону. Вот поэтому я свой номер телефончика оставлю. Ребята, кто хочет поддержать эту идею, давайте соберемся 8 мая, сгоняем в Балтезерс, привезем рододендронов и засадим это место. Это будет тот минимум, который каждый из нас отдаст как дань уважения нашим предкам, да? Как, ну, какой-то такой необходимый минимум, который ты должен просто сделать. Опять же, учитывая ту неспокойную ситуацию, ну, точнее, ситуацию, которую создали умышленные и искусственные наши политики. Вот, мы не будем делать никакие провокации. Я не делаю это как громкая акция. Просто, грубо говоря, если один рододендрон стоит там 20 евро, то тут надо точно около 1000 евро. Ну, блин, я просто тупо не потяну. Поэтому, если у кого-то есть желание, и вы в любом случае возлагаете цветы на 9 мая, давайте лучше их потратим в вечно зеленые цветы, чтобы эти цветы всегда здесь свели, чтобы они всегда радовались. И сделаем это очень разумно. Идея, я тебе скажу, она довольно не новая, потому что я, знаешь, работаю в 18 странах Евросоюза, и День Победы празднуют везде в Европе. Абсолютно везде его в Европе празднуют. И везде в Европе это всегда живые цветы. То есть, когда я вот приезжаю, я был в Бельгии, например, был во Франции, под Реймсом, да, я был вот, например, даже в Литве я был. Всегда ты приходишь вокруг этого памятника в вечно живые цветы. О, ты очень часто ездишь в Палангу. Посмотри, в Паланге, когда бы ты не пришел, там есть памятник советским воинам, которые боролись за независимость Литвы от немецко-фашистских захватчиков, да. А вот, там всегда живые цветы. Вот я хочу сделать это на этом клавище, поэтому я ищу единомышленников. Времени так много осталось, поэтому если вы есть, присоединяйтесь. Вот, смотри, я это делаю каждый год. Это традиция моей семьи. Это не потому, что я хочу как-то противиться тем идиотским законам античеловечным, которые придумало вот это идиотское правительство, которое в данный момент в Латвии. Я скажу так, правительство приходит и уходит, да, а люди здесь остаются. И здесь и русские, и латыши, они всегда возлагали, возлагают и будут возлагать 9 мая цветы нашим освободителям. Что касаясь меня, знаешь, вот я не могу похвастаться вот этими громкими словами, что мой дед воевал. Вот мои деды, к сожалению, не воевали, а они все сидели. И прям сидели жестко за свою политическую, скажем так, другую мысль. Вот, поэтому мои деды на фронте не были, они все сидели в Сибири. И я потомок их, зная, что они бы меня поняли, если бы я возлагал цветы этим людям. И когда я с бабушкой говорил, то есть их мужья очень тяжело сидели, очень тяжело пострадали от сталинских режимов, но тем не менее они всегда на 9 мая возлагали цветы. Это такой день скорби, день траура, день поминовения. Для кого как? Это очень важный день. К сожалению, паскудство нашей ситуации в том, что путинский режим взял 9 мая себе на служение. То есть, не буду скрывать, я до февраля какое-то уважение к Владимиру Владимировичу имел. после февральских всех этих событий, то, что творится с Украиной, для меня не существует этого человека, его место действительно в Гаге, там без вариантов, это тиран. То, что сейчас делает Россия, это безусловно античеловечно, это невозможно поддержать, это надо быть моральным уродом, чтобы поддерживать эти действия, которые оно творит с украинским народом. Мы это не будем обсуждать. Но есть также другие моральные уроды, которые воспользовались ситуацией и пытаются праздник Победы, настоящий праздник Победы 9 мая, увязать с теми событиями, которые сейчас делает кремлевский режим. Это абсолютно разные вещи. То, что путинский режим взял 9 мая себе, грубо говоря, на вооружение, как такой пропагандистский элемент, это вообще ни о чем не говорит. Это действительно стыдно, это действительно паскудно. И зная, как к этим же ветеранам относятся в России, об этом не хотелось бы говорить. Тем не менее, мы сейчас находимся в Латвии. Я еще раз повторюсь, это не какая-то политическая акция, это просто дань тем людям, которые погибли. И мы хотим на действующем кладбище действительно сделать благородное дело. То есть цель это не популизм, не какое-то противодействие властям и так далее. Абсолютно дело не в этом. Я еще раз говорю, основная цель это возложение цветов, немножко в другой форме, чем традиционный вариант, тем, кто боролся за независимость Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Номера телефончиков я где-то приложу здесь, так что если есть желание, времени так много осталось, присоединяйся. То есть где-то с утреца 8-го числа едем в Балтезерс, набираем цветов, едем сюда, аккуратненько приводим кладбище в порядок, по возможности приобретаем те цветы, которые уже цветут на 9-е мая, но подбираем родозендроны таким образом, чтобы каждую неделю они в течение года цвели. Чтобы 9-е мая у нас было не 9-е мая, а праздник каждого дня. И люди, которые, слышишь, машины здесь пролетают, они ехали и думали, какое райское место, там, где покоятся наши павшие воины. Мир, к сожалению, так устроен, что политики всегда затеивают войны, а простые парни за это расплачиваются своими жизнями. Это было тогда, это есть сейчас абсолютно ничего. Годы идут, столетия, да, а ситуация не меняется. Это ровно как сейчас, например, в Латвии. Вроде бы войны нету, мирное небо над головой, живем просто, ну, как в раю, да. Но политики Латвии, да, создают провокацию для конфликта. Ну, это надо быть полным, блядь, идиотом, чтобы это делать. Но по-другому им не удержаться во власти, им это выгодная история, поэтому они создают провокацию. Не ведитесь на провокации, не слушайте этих идиотов. Я уверен, что вы так делаете, что вы адекватный человек, и понимаете, что правительство, оно, оно ведь как устроено? Демократию кто придумал? Умнейшие люди, что любое правительство не должно быть в управлении страной больше, чем 4 года. Через 4 года их предшественники делают полный аудит того, что они наделали, и начинают жить заново. Любое правительство на планете Земля, которое осталось на второй срок, одновременно становится и коррупционным, и агрессивным к своему населению, и тоталитарным.